Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Чайпашки и Ниндзя Легенды. Играем мы сегодня с составами от подписчиков, но по традиции вначале прокачаем героя. И первым написал и попросил относительно героя, это подписчик с ником Саша Фарнцузов. Он попросил, чтобы я прокачал Змею Карай. Итак, давайте-ка найдем этого персонажа. Вот она. Вот она уже довольно-таки неплохо прокачена. Первые три способности у нее на максимуме. Вот четвертая и пятая не прокачена. Кроме того, друзья, если нажать на Змею Карай, она делает трюк. Вот как-то так вот вращается и кусает врагов. Ну что ж, здорово. Итак, друзья, четвертая способность это гипнотический взгляд. И мы прокачиваем эту способность до шестой ступени. Кроме того, вот мы можем прокачать последнюю пятую способность. Это холодные руки. И мы ее тоже прокачиваем до шестой ступени. Дальше прокачка невозможна. Не хватает особых платиновых ингредиентов для прокачки. Со временем, конечно же, мы их соберем. Ну а сейчас давайте-ка отправимся в бой по турниру на лестнице. И первым написал свой состав подписчик с ником Аннет МК Катриан. Он попросил, чтобы я взял морозную кошку. Без проблем, дружище. Кроме того, у нас нужен Леонардо Ролевик. Здорово. Отлично. Итак, Лео Ролевик. Где ты? Есть. Супер. Нейтрализатор, Бибоб мультик и Астрозуб. Ну что ж, друзья, давайте-ка я, наверное, возьму подряд, как написал подписчик, чтобы было проще. Итак, вот он, нейтрализатор. Ищу вот... Давайте-ка, наверное, я вначале найду Астрозуба. Да, вот он по очереди. И еще нужен Бибоб мультяшный. Где-то в этом районе он должен быть. Да. Супер. Ну что ж, отряд сформирован, и мы идем с вами в битву. Что интересно, у врагов есть очень забавный и прикольный лекарь. Это Гулупит. Здорово восстанавливает здоровье. Кроме того, может прокачать уклонение, поэтому мы его пытаемся выбивать в первую очередь. Мощный удар, вот, клеевой бомбой Бибоб мультяшного, и враг сразу же уничтожен. Супер. Дальше Морозная Кошка, вот, бросает вишенки, прокачивая скорость нашего отряда, появился вот такой вот интересный положительный баф. Лео вызывает противника на бой, привлекая внимание к себе. Вот, а нейтрализатор бьет хвостом-телепортом. Причем бьет, вот, Бакстера Стокмана. Отлично. Один удар, и враг повержен. Что ж, неплохо. А дальше уже все будет довольно-таки легко. Вот, ударом кулака остался плющий Дони классического. Кстати, очень неплохо пошло. Вот, ага. Вот пытался отомстить Дони мультяшный, забросать наши гиревы серюкенами, а Дони из фильма накрыть ядовитым облаком. Вот, кстати, наибольший постраждал Биба Пизмультика. Союзь очень стреляет лазерами из пояса, выбивая Дони, а морозная кошка вот ест сырное мороженое. Угощает отряд, восстанавливая силы и здоровье. А финальную точку ставит Лео. Ролевик огненным мечом, нанося колоссальный урон. Ничего себе. Дони из фильма выжил. Выжил, но ненадолго. Нейтрализатор выстрела из ракетной установки, добивает врага, и мы получаем победу. Что ж, супер, друзья. Отличнейший бой, отличнейшая победа. Мы движемся с вами по турнирной лестнице и прорываемся в Лигу Мастеров на третью звездочку, где играют самые сильные бойцы. Супер. Отлично, друзья. Берем следующую команду от наших подписчиков. И это подписчик с ником AlexTV. Вот. Он попросил состав все Донателло, Дони. Но я понял, дружище, но у нас Дони вообще-то 7 штук. Вот. Я возьму подряд. Итак, Дони видение. Дони из мультика. Вот. Всех, к сожалению, невозможно брать. Надо кого-то выбирать. Дони оригинальный. Вот, смотрю, друзья, дальше Дони ролевик и еще, еще, еще. Ну, какой первый побьется. И Дони космический. Еще есть Дони из фильма и классический Дони. Что здорово. Да, кстати, друзья, вот против нас будет сражаться классический Дони. 7 команд черепашек ниндзя и в каждой есть свой Дони, Раф, Микки и Лео. Супер. Итак, друзья, давайте-ка попробуем победить Лео. Лео, хотя вот висит зеленый треугольник, урон уменьшен, но зато это лекарь, которого надо выбивать в первую очередь. И Дони оригинальный бьет своим Боа. Удар палкой. И что же? И ему удается снять большую часть здоровья. Лео удалось навешать цепи. Теперь у Лео есть ограничения. Благодаря этому дебафу он сможет сражаться только первой способностью. Но расслабляться не стоит, враг силен, поэтому Дони Ролевик прокачивает дополнительный щит плюс броню для некоторых членов отряда. Супер. Отлично. Итак, выстрелом из груди Дони из космоса пытается все-таки выбить вражеского Лео из мультика. Есть. Враг уничтожен, ну а дальше все будет легко. Итак, усиливаем нашу атаку. Благодаря Дони введению дополнительный баф нам тоже не помешает. И вот теперь попробуем подорвать вражеского сплинтера. Для этого Дони из мультика бросает бомбу. Выживает. Выживает вражеский учитель, пытается контратаковать. Ого. Даже медитирует на ше, усиливая вражеский отряд. Вот, кстати, классический Дони пытался нанести удар, а вражеский Дони из мультика забросать нас с юрикенами. Что ж, ого-го-го, что делает Рокстаги мультяшный? Он поджарил наш отряд. Кстати, очень здорово досталось Дони мультику и Дони введение. Ну а я пока проделаю очищение. Возможно, вот благодаря этой способности удастся подлечить наших раненых героев. Не получилось. Что ж, а подлечиться мы можем благодаря Дони и ролевику, призвав огромную пиццу, причем волшебную. Есть. Отряд восстановлен. И сейчас Дони космически сканирует врагов, тем самым усиливая атакующие способности нашего отряда. Вот, супер. Итак, целая куча положительных эффектов бафов. И вот теперь, я думаю, вражескому сплинтеру не добровать, так как Дони введение метает каменную глыбу. Удар. Отлично. Вражеский сплинтер повержен. А дальше уже Дони из мультика забрасывает врагов с юрикенами. Мощная атака. Удалось снять часть здоровья. Мат слабовато. Ох, ничего себе. В свою очередь, вражеский Дони классический сбрасывает на нас кофейную машину, подрывая отряд. И враги прокачивают дополнительную защиту. Что ж, не очень здорово. Тем не менее, давайте-ка я попробую добить Рокстаги. Для этого Дони оригинальный выбивает уголок, швыряет как бумеранг, снимает часть жизни. И вот сейчас очень большая надежда на Дони ролевика. Сформировав огненные сферы, он сразу же выжигает двоих врагов. А точку ставит космический Дони, призвав огромный метеор, который уже давит последнего врага. Удар, взрыв и победа. Супер. Ну что ж, отличнейший бой, отличнейшая команда. Благодарю подписчика за этот состав. А мы идем с вами дальше. Прорываемся по турнирной лестнице и берем команду от Саши Французова. Это именно он попросил относительно прокачки Змеи Карай. А вот сейчас его команда. Итак, состав Зэк. Мне нужен Зэк. Вот смотрю. Давайте-ка возьмем первый состав. Отлично. Итак, мне нужен Зэк. Есть. Дальше Шреддер из мультика. Замечательно. Где же наш Шреддер? Вот он. Раф из космоса. Космический Раф. По-моему, он в начале списка. Есть. Вот нашел. Тигринный коготь и Бибоб кролик. Что ж, очень прикольный и необычный состав. Вот, кстати, увидел Рок, кстати, кролика. Он нам не подходит. Нам нужен Бибоб кролик. Вот он. Супер. Ну что ж, давайте-ка этим забавным, необычным составом сразимся. Вот. Относительно того, что общего между этими героями трудно сказать. Раф положительный. Остальные отрицательные. Ну, как-то так. Что ж, друзья. Итак, первым делом будем стараться выбивать Бибоб кролика. Для этого Зек швыряет свой шлем Бумеранг. Нанося колоссальный урон, навешивает цепи. Но, как видите, Бибоб выживает. Выживает, но вот от удара Шреддера с высоты ему очень трудно устоять. Да, Шреддер его уничтожает. А дальше мы уже подключаем Тигриного Когтя. Ударом мечеты он снимает большую часть жизни Рокстаги. И его надо просто добивать. Что и делает Раф космический. Стреляя из своего бластера. Выстрел. И что же? И Рокстаги добит. Супер. Ну что ж, а сейчас давайте-ка перекусим попкорном с Бибобом. Вот кроликом усиливая и подлечивая наш отряд. Вот так замечательно зашвырял всех героев попкорн. Выглядело прикольно и забавно. Ну и пришло время вражеского отряда. Вражеский Микки Ведения качает точность. Раф оригинальный собирает слова как сюрикены. Метает их в наш отряд. Нанося вот урон. Досталось нашему отряду. И Донни из мультика еще подрывает Шреддера. Итак, довольно-таки здорово досталось. Нужно подключать Зека, который шевыряет световую бомбу. И разрядами поджаривает врагов. Что тоже неплохо. Кстати, благодаря Шреддеру из мультика мы можем подлечиться и усилиться. Вот так. Супер. И теперь нужны просто добивающие удары. Итак, удар Крогнарда. Любимый герой сериала Рафа Космического. Наносит удар Космическим Сае. Вот, посмотрев на этот образ. И нужно уже дальше добивать врагов. И на сираз Бибоб Кролик атакует гранатометом Морковкой, выбивая Рафа оригинального. А точку надеюсь поставит Шреддер, призвав Низи. Да и сам идет в бой. Пытаясь выбить оригинального Микеланджело введения. Микеланджело введение не получилось. Вот одна надежда на тигриного когтя. Выстрел Морозный Бластером и победа. Да, получилось, получилось. Что ж, отличнейший бой, отличнейшая победа. И мы идем и с вами дальше. Здорово. Итак, друзья, продвигаемся все выше по турнирной лестнице. И я беру следующую команду от подписчика с ником Марсель Димаев. Он попросил взять команду Черепашек Низиас Фильм и Бибоб Фильм. Без проблем, дружище. Давай-ка возьмем твой состав. Кстати, хотел бы взять с каким-то новым лекарем, который не сражался. Ну вот, будет у нас Кирби Мыш. Мне кажется, так будет прикольно. Отлично. Итак, Черепашки Низиас Фильм и Бибоб Фильм. Ищем. Ищем, 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 ищем. Вот, кстати, Бибоб Фильм я сразу же нашел, а дальше уже будем искать черепашек. Раф из фильма. Микеланджело из фильма. Здорово. Лео из фильма. И Донни из фильма. Осталось найти, и отряд будет сформирован. Да. Супер. Ну вот, здорово. Черепашки из фильма вперед. Плюс еще Бибоб из фильма тоже нам поможет в этой битве. Причем прикольный толстячок. А хвостик вот такой, как у Ослика. Супер. Итак, вот Микеланджело из фильма. Ударом ноги с разворота. Пытается выбить Кирби Мыш. Как-то пока неудачно. И враги, в свою очередь, прокачивают атаку для своего отряда. Ой-ой-ой. Ну что ж, надеюсь, что Бибоб поможет. Удар локтем сверху. И Кирби Мыш просто расплющена. Вот как и земля под нею. Здорово. Ну что ж, теперь у нас должно быть все легко. Хотя лучше в начале боя выбить Макмена. Очень сильный враг. Да. Ударом катан. Лео из фильма. Без проблем выбил этого врага. Мандагека пытается что-то сделать. Прокачивает уклонение. Но я не думаю, что это уже поможет. Итак, Раф из фильма против Лео Классического. Раф метает Саи. И что же? Отлично. Снимает большую часть здоровья. Вот. Тем временем Донни атакует при помощи электрического Бо. О, отлично. Добивая Лео Классического. Вот. Классический Микки пытается что-то сделать. Нанести удар со скейта. Но я не думаю, что это им поможет. Хотя давайте-ка я восстановлю наши синглы. Угостив друзей пиццы. Это проделает Микеланджело из фильма. Ну а дальше, я думаю, все должно быть легко. Итак, Бибоб атакует при помощи ножей. Наносит колоссальный урон. Снимает большую часть жизни. Но, как видите, Мадагека выживает. Ненадолго. Вот. Лео идет массовая атака. Рубит катанами направо-налево. Но, как видите, враги выживают. Выживают. Но от ядовитого облака Донни с фильма им навряд ли устоять. Да. Вот. Отравил их Донни. И мы получили победу. Супер. Ну что ж, классная команда. Вот черепашки из фильма здорово себя показали. А мы идем с вами дальше. Итак, следующая команда от подписчика с ником Роман Боднер. Он попросил состав Супер Шреддер. Шреддер классический. Рокста и Бибоб. Ну что ж, без проблем, дружище. Давай-ка попробую собрать твой состав. Итак, смотрю, кого бы из... Ну, пусть будет первый состав. Итак, ищем в начале Супер Шреддера. Где-то он здесь должен быть. В этом районе. Да. Дальше Шреддер классический. Ищем. Вот, Рокстеди Бибоб. Вот, за Шреддера из мультика ничего не написано. И всего 4 игрока. Ну, пусть будет 4 игрока. Хотя, возможно, вот подписчик пропустил. Шреддера не хватает. Просто Супер Шреддер, Шреддер классический, мультяшного не хватает. Но, тем не менее, не написано. Поэтому я его не беру. Итак, 4 героя. Посмотрим, как они сработают. И да, первым делом надо же выбивать Микеланджело из мультика. Хотя, вначале давайте-ка я усилю наш отряд. Вот, особая медитация Шреддера классического. Вот, здорово. Бибоб, тем временем, прокачивает уклонение. Благодаря этой способности вражеские удары будут проходить мимо. А Супер Шреддер метает костяные кунаи, все-таки пытаясь добить Микки. Итак, мощный удар. Микки выживает, но зато вот его скорость уменьшена. Он не сдается к Вики. Поедает пиццу с кетчупом, восстанавливая силы и здоровья своего и своего отряда. Микки классически прокачивает атаку, что тоже не очень здорово. Теперь враги будут нанесить более серьезный урон. А Микеланджело Ролевик снимает все негативные эффекты благодаря кольцу удачи. Что ж, ничего страшного. Подключаю Рокстадди, который пытается забодать Микки из мультика. Удар, да. Вот, удар и просто без проблем плющит врага. Удается его уничтожить. А дальше все должно быть легко. Итак, Шреддер классический. Объединяет свой особый меч Алибарда в одно и метает. Удар. Вот, здоровье. Рафа в красной зоне, как видите, выживает. Ненадолго. Бибоп выстрелом добивает этого врага. А вот теперь я подключаю Супер Шреддера. Который вонзает костяные кунаи в землю и шипами из-под земли наносит колоссальный урон. Он, снимая большую часть здоровья, постепенный урон догрызает оставшихся врагов. А уже оставшегося Рокстадди поджаривает. Оставшегося Микеланджело поджаривает Рокстадди. И мы получаем победу. Просто супер. Ну что ж, отличнейший бой, отличнейший результат. И мы идем с вами дальше. И следующая команда у нас от подписчика с ником Тунар Исамаилов. Вот, латиница написана. Надеюсь, что правильно прочел. Итак, Тунар Исамаилов попросил, чтобы я взял всех из космоса. Без проблем, дружище. Давай-ка возьмем черепашек из космоса и посмотрим, насколько хорош будет этот отряд. Лео космический, Микеланджело космический. Вот Раф космический уже сыграл. Его нужно будет восстановить. И еще Дони космический. Ну, как-то так. Что ж, вперед, космос, черепахи, вперед. Надеюсь, себя неплохо они сейчас покажут. Отлично. И да, первым делом, конечно же, друзья, будем выбивать Биба по кролика. Нельзя ему позволять лечить отряд. И для этого Микеланджело космический бросит в него космическим кексом. Вот такой вот забавный маффин, которого он бросает. И который подгрызает вот третью часть. Ну, точно подгрыз. Дальше, благодаря образу капитана Раяна, Лео космический прокачивает дополнительную защиту для нашего отряда. Отлично. Но не стоит останавливаться. Итак, надо добивать вот вражеского лекаря. Для этого Раф космический использует черепашонка Чомпи. Детеныша космической черепашки. Мощная огненная атака. Ну, как видите, враг выживает. Ненадолго. Выстрелом из груди Донни космический его добивает. Выстрел. Враг повержен. Что ж, неплохо. Дальше, друзья, вот подключаем наши герои. Ох, ничего себе. Лео классический пошел в атаку. Срубил часть жизни Донни космического. А слэш давит Рафа, оглушая его. Ничего себе. Появились звездочки возле Рафа, бедняжка. Вот, Микеланджело видение качает точность. Ой-ой-ой. Итак, нашему отряду довольно-таки здорово досталось. Ну, я думаю, не стоит останавливаться. И, используя массовую атаку, Микеланджело космически стреляет по коробке Криса Брэдфорда. Расходится луч, наносит кучу повреждений. Это здорово. И уже, в свою очередь, Лео космически стреляет, пытаясь выбить кого-то из врагов. Враг пока держится, но ненадолго. Вот, давайте-ка еще усилим нашу атаку благодаря сканеру Донни космического. И вот сейчас уже пойдет действительно серьезный замес. Хотя, вот, пришло время вражеского отряда. Лео метает фута, снимает часть жизни из Донни. Слэш продолжает пинать нашего героя. Ой-ой-ой. И смотрите, что делает Микеланджело видение. Он отравил целую кучу голодных белок. Вот, в свою очередь, Лео космически призывает корабль фугетоида, который из орбиты наносит колоссальный урон, сразу же выбивая двоих врагов. Микеланджело при помощи лазерных танфу добивает оставшегося, вот, кого атакует Донни из фильма. И остается только Микеланджело видение, который получает удар Крогнарда. Крогнарда, любимый герой сериала. Вот, смотрит на его образ Раф космический и бьет тем же ударом, побеждая и вырубая врага. Здорово. Ну что ж, отличнейшая победа, отличнейший бой. Прорываемся мы все выше по турнирной лестнице. И я беру команду Димы Чеханова. Вот, попросил Дима передать привет. Большущий черепаший привет всем нашим подписчикам и зрителям. Кроме того, особый привет Дмитрию Чеханову и его состав. Итак, команда Кейси Джонс. Вот, давайте-ка возьмем вот это. Итак, Кейси Джонс не писал какой именно из фильма, из мультика, поэтому я беру из мультика. Эйприл Анил. Опять же, непонятно, это Кунаичи или обычная, поэтому я беру обычную. Вот, Донни мультяшный. Вот, по-моему, он сегодня уже играл. Да, его надо восстанавливать. Майки кино. Сейчас мы тоже попробуем восстановить. Микеланджело из фильма. Где ты, дружище, ты нам очень нужен. Вот Рафа вижу. А вот Микеланджело из фильма. Отлично, из кино. Да, и пятый Керби Мыш. Вот, отец Эйприл Анил по мультику, кто помнит. Вот, здорово. И давайте-ка этим отрядом отправимся в бой. И надеюсь, что он неплохо себя покажет. Здорово. Ну что ж, друзья. И первым делом, конечно же, будем выбивать вражеского учителя Шредера. Прошу прощения. Вот, надо выбить Шредера. Вот, нельзя ему позволять лечить отряд. И Микеланджело из фильма наносит мощный удар ногой. Снимает часть жизни. Но это все, что пока удалось сделать. Да, и Кейси Джонс пытается подорвать Шредера. Вот, взрывчаткой на шайбе. И это неплохо у него получается. Здорово. Вот, кстати, давайте-ка пусть Эйприл подлечит наших героев. Вот, отлично. Восстановила здоровье. А Керби Мыш начнет атаку. Атака сверху. Мощнейший бросок. Удалось снять часть жизни. Но это пока все. В свою очередь, Микеланджело оригинально швыряет бомбу, подрывая наш отряд. Вот. А Донни из мультика прокачивает дополнительную защиту. Теперь наш отряд защищен. И вовремя. Смотрите, что сделал доктор Роквелл. Он забросал нас мечами, кинжалами и кунаи. Вот, пытается что-то сделать. Бибоб из фильма. И Бибоб классический. Ну, пока наши герои держатся. Хотя на двоих висит негативный эффект дебаф. Постепенное уменьшение здоровья. Но, опять же, в свою очередь, я могу подлечивать наших героев благодаря пицце Микеланджело из фильма. Кстати, друзья, кто не в курсе, у нас сейчас в отряде три хиллера. Три лекаря, которых могут лечить. Тем не менее, расслабляться не время. И вот Кейси Джонс поджаривает оригинального Микки, выбивая и вырубая его отлично. Дальше давайте-ка я попробую справиться с Бибобом. Для этого Эйприл Анил атакует при помощи телекинеза. Вот, разум наносит колоссальный урон, но враг выживает. И еще одна атака ультразвуком Кирби Мыши. Опять же, враг выживает. Итак, еще одна массовая атака. А на сей раз Донни забрасывает врагу сюрикенами. И как здорово они держатся. Вот, у них куча негативных эффектов. Но враг продолжает атаковать. Что это делает Бибоб классический? Он прокачивает иммунитет, восстанавливая и снимая негативные эффекты. Вот, ну а мы пытаемся добить оставшихся врагов. Итак, атака огненным мечом Микеланджело из фильма добивает Бибоба. А Кейси Джонс швыряет гранату в баллончике с краской. Взрыв и доктор Роквелл выбит. Надеюсь, финальную точку поставит Эйприл. Просто битну веер. Да, да. Это у нас здорово получилось. Удалось победить оставшегося врага. И мы празднуем победу. Просто-просто супер. Ну что ж, друзья. Я считаю, очень неплохо мы с вами сегодня сыграли. На этом сегодня я уже буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. И я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию. Нажимайте право в верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых сериях. Всем пока, друзья. До новых встреч.